Дневной разворот Развивать экономику, привлекать на сельские территории новых жителей Вообще захочет ли кто-то туда поехать и самое главное ими руководить Да, ну давай еще раз вводную, которую мы совершили в начале прошлого часа еще раз озвучим Надо сказать, что в Кирове два дня подряд будут мощнейшие просто спикеры и семинары по муниципалитетам, по муниципальной пространственной политике Завтра в ВИАДГУ целый день будет большой семинар «Города России. Поиск прорывных идей» И туда можно зарегистрироваться, если вы зайдете на сайтах akirov.ru То у нас внизу есть баннер справа, можете зайти зарегистрироваться И там будут совершенно потрясающие спикеры из Университета Комитета гражданских инициатив Эксперты Союза архитекторов России, Минстроя России В общем, очень-очень крутые люди С 10 часов будет этот большой семинар до буквально до 5 вечера Вы можете выбрать блоки, на которые вы пойдете Там как раз про городские территории будет идти речь Потому что надо понимать, что мегаполисы развиваются, а города на периферии, к сожалению, не очень И в 5 часов вечера там же в ВИАДГУ, а это будет в инженериуме, но тоже близко к театральной площади А в 5 часов вечера в ВИАДГУ будет большая открытая лекция в политехническом Где Александр Юрьевич Сагамонов, научный куратор университета КГИ, сотрудник РАН Он будет давать открытую лекцию Туда вообще все могут прийти, 5 часов вечера уже доступно, уже нормально, уже с работы уходить не надо И там тоже будем говорить про города, но просто в более широком смысле Я вот обязательно, конечно, туда пойду А в субботу? А в субботу будет большая конференция о возрождении сельских поселений Новые технологии прорыва То есть сначала прорывутся города у нас в пятницу, да, поиск прорывных идей А в субботу будем говорить о прорывных идеях и технологиях даже, а не просто идеях, а уже технологиях Значит, инструментарий будет озвучен по возрождению сельских поселений Нам эту тему представляет сегодня Мария Щеклеина, организатор конференции Маша, добрый день! Добрый день! И с нами на связи еще будет Глеб Тюрин Собственно, эксперт Государственной Думы по развитию инноваций в регионах Основатель Института общественных и гуманитарных инициатив Специалист в развитии территориального общественного самоуправления Который приедет в субботу Чуть-чуть позже будет по телефону Который приедет в субботу Это, безусловно, хорошие новости, Аня И тот, и другой семинар Это просто замечательные новости Нам очень не хватает этого инструментария в регионах Это совершенно очевидно Даже по первому нашему часу можно судить об этом Расскажите, Маша, что за конференция? Для кого она? Где? Как зарегистрироваться? Да, конференция будет проходить на площадке Дома дружбы народов Это бывший Дом культуры металлургов Октябрьский, 31 с 11 до 13 часов Она, в принципе, для любых желающих, которые интересуются данной темой То есть это могут быть и просто физические лица Могут быть и представители различных кооперативов, предприниматели Также у нас планируется принять участие главы сельских поселений Муниципальных образований различных Из Министерства сельского хозяйства будут представители То есть довольно широкий спектр участников В которых именно не безразлична данная тема Более 80 человек, Вы сказали, уже зарегистрировались Да, то есть те уже, которые даже внесли некоторые оргвзносы Которые точно планируют принять участие Ну давайте сразу скажем, что оргвзнос это небольшая совершенно сумма Это 200 рублей, это покрывает расходы организаторов на аренду, наверное Да, только на это идет И ограничения этого мероприятия 0+, Про это мы тоже должны сказать Очень хороший у Вас на самом деле анонс этой конференции Вы узнаете, как новыми эффективными способами решать проблему заработка на селе Обеспечения медицинским обслуживанием, образованием, дорогами Сформируете ясные действенные представления о возможностях развития локальной экономики В населенных пунктах Кировской области Наметите дальнейшие действия по развитию территории Сформируете инициативную группу Повысите мотивацию, энтузиазм Продумаете первые шаги, как запустить механизмы локальной экономики На данной территории, разработать план действий Вот это вот совершенно та история, о которой мы говорили в первом части Ань, это тот инструментарий, который, к сожалению, не дается муниципальным служащим сейчас у нас в системе И очень важно, что вы сказали, Маша, это нужно отметить Что важно, чтобы этим инструментарием владели не только чиновники Но просто люди, которые живут на этих территориях Граждане, да, горожане, сельчане Все понимали, о чем идет речь И поэтому правильно вы сделали, что пригласили всех желающих абсолютно То есть они стали связываться только, например, с правительством И через них делать специализированный такой семинар Хотя им не мешало бы, конечно, естественно Но буквально каждому человеку можно там найти тему, чем заняться Расскажите нам, пожалуйста, про основного эксперта, про Глеба Тюрина Глеб Владимирович приедет к нам специально для проведения данных мероприятий Он уже более 15 лет занимается возрождением глубинки То есть у него есть уже примеры, где работают данные технологии То есть он теоретически занимается Кто-то его изысканиями пользуется, делает, и он потом отслеживает результаты Или он и сам тоже Да, он сам очень активно был непосредственно включен в эти пилотные проекты То есть он приезжал, разговаривал с населением Консультировал и помогал им самоорганизоваться Не чтобы он их тянул за уши А чтобы они сами генерировали идеи и воплощали их в жизнь А он просто им как помогал и вдохновлял Эти поселения, они как-то разбросаны по России или они где-то локализованы? Не знаю, это Московская область, Санкт-Петербург, где-то там или все-таки больше в глубинке? Ну вот первоначально он начал действовать по Архангельской области То есть там прямо деревня, у него даже выпущена книга Опыт возрождения русских деревень Там подробно расписано вообще, как это все у них происходило, чего они добились Сейчас уже с тех пор прошло довольно много лет Развитие продолжает уже без его участия происходить Но у него сейчас есть новые проекты, о которых он как раз расскажет на конференции Поделиться опытом Вот я на сайте Канет читаю как раз вот эту историю про опыт Глеба Тюрина По возрождению деревень, экология жизни То, что Тюрин, пишут авторы, за 4 года сделал в Архангельской глубинке Не имеет прецедентов Экспертное сообщество не может понять, как ему это удается Социальная модель Тюрина применима в абсолютно маргинальной среде Бывший валютный дилер, сын журналистов В журналистской семье он родился Глеб Тюрин решился взяться за спасение обескровленных северных деревень Это прям вот понимаешь, это сценарий к фильму на самом деле То, что и вот, да, просто заходите и смотрите В западных странах аналогичные проекты стоили бы на порядке дороже Изумленные иностранцы наперебой приглашают Архангела Городца Делиться опытом на всевозможных форумах В Германии, Люксембурге, Финляндии, Австрии, США Тюрин выступал в Лионе на всемирном саммите местных сообществ И опытом активно интересуется Всемирный банк Вчера только мы с губернатором Всемирный банк, да, я напомню Это та организация, которая в Кировской области в свое время Первой поддержала проект по поддержке местных инициатив Совершенно верно И консультировали очень долго И благодаря им во многом у нас стал на рельсы этот проект После вуза Глеб поехал учительствовать в сельскую школу В самом отдаленном районе Архангельской области Семь лет там работал, Ань Ну, то есть он на своем опыте знает, как-то не сладко В начале 90-х вернулся в город, восстановил свой приличный английский Потому что он заканчивал элитную английскую школу Вот он его восстановил Работал менеджером и переводчиком в разных компаниях В том числе и западных В американской бизнес-школе Стажировался на Западе Изучал банковское дело в Германии Стал старшим валютным дилером В Архангельском промстройбанке Понимаешь? Ну, то есть надо понимать, что человек с финансами У него с финансами, с пониманием, что такое финансы Как эти инструменты работают, все хорошо Это очень важно А то, что он из журналистской среды Значит, умеет коммуницировать Он умеет говорить То есть семинар будет точно интересный И человек-то самый интересный Но еще если он говорить так умеет хорошо То и вдвойне это будет действительно интересно Ну, о том, о чем Глеб Тюрин нам будет рассказывать Мы, наверное, у него самого спросим А я вот еще, пока у нас есть минуточка Хотела спросить у Марии Все-таки на чем вы будете больше акцентироваться? На поиске ресурсов для того, чтобы менять окружающую среду? На поиске людей, как привлекать людей В обедневшие село условно? Или на чем-то еще? Ну, вот сейчас как раз будут присутствовать те люди Которые уже планируют переезжать Кто-то уже переехал Вот, поэтому таких людей уже довольно много Их специально привлекать нет необходимости Нужно как раз им дать инструмент Как взаимодействовать с администрацией И как вообще, где изыскивать ресурсы Чтобы все это восстанавливать и возрождать Еще один очень интересный сюжет Я сейчас приведу вам Во время поездки по Скандинавии Вот он рассказывает просто Что его задевало очень Он когда в 90-е годы работал на биржах А ты помнишь, что биржа тогда? Ну, конечно Я помню биржу Алиса Да, говорит, что когда там проходили миллиарды в течение дня А он видел, как голодают практически учителя Не получая зарплаты в 90-х Был жуткий стресс В общем, один раз он был в Скандинавии И оказался в маленьком рабочем поселке И увидел там кружок будущего В кавычках так он пишет Сидят трезвые работяги и думают Что они будут делать, когда через несколько лет Закроется их завод Заранее думают об этом Значит, сначала он подумал, что они от своего развитого капитализма Совсем обалдели А потом понял, что это тот самый социализм Который мы строили и не построили И решил сам то же самое попробовать делать в России Он придумал и создал Институт гражданских и социальных инициатив Бесприбыльную негосударственную организацию Которая взялась за возрождение Архангельской провинции И это очень важно на самом деле Я просто вот когда приглашала сама лично И вчера, и раньше Первых лиц нашего правительства Кировской области И на семинар, который пройдет завтра И вот на этот неплохо бы им, конечно, сходить Как-то очень Мимо ушей, я бы так сказала Пролетает вот эта история Хотя мне кажется, что вот здесь Вот такой кружок будущего Должен формироваться на разных уровнях Вот если завтра и послезавтра Там губернатор Кировской области Его зам, там, Александр Чурин Который вчера у нас был Может быть, Дмитрий Александрович Курдюмов Другие министры Между прочим, Алексей Котлячков Котлячкову неплохо бы Министру сельского хозяйства Он в курсе всего, да Он придет? Он направил человека Вот! Он в курсе всего И он направил человека Вот! Позиция А должен сходить сам Потому что в этот кружок Надо садиться вместе С трезвыми работягами Первым лицам правительства Обязательно Вот посмотрим, кто будет Завтра и послезавтра Это очень важно Не сядут в кружок будущего Или нет Потому что будущее Не строится в кабинете Отдельно взятым человеком Его нужно обсуждать совместно Заранее со всей Но у нас не Скандинавия Ишь, чего захотела? Конечно, захотела, да Я поддерживаю Гриба Тюрина в этом Прервем сейчас, да? Прервемся, а потом попробуем его набрать Мария Щеклинина Организатор конференции Конференции Возрождение сельских территорий Новые технологии прорыва Да, которая пройдет 2 марта в субботу С 11 до 13 часов В Доме дружбы народов Туда можно прийти Зарегистрироваться Внести взносы 200 рублей И послушать вот эти прорывные идеи Которыми будет делиться Замечательный спикер Мне уже очень нравится Глеб Тюрин Который приезжает к нам Приезжает к нам из Москвы Да, я так понимаю Он же все-таки из Архангельской области уехал Да, конечно Сейчас из Санкт-Петербурга и в Москве У нас Глеб Владимирович на телефоне Если я верно понимаю Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Удобно вам сейчас говорить? Да, да Отлично Глеб Скажите, пожалуйста Кому будет полезен этот семинар? Кого вы приглашаете? Кого ждете? Вы имеете ввиду, который будет В Кирове У нас там как будет две встречи Первого и второго марта Так Прекрасно Вы имеете ввиду второго числа, да? Второго числа Мы пока про нее говорим Да Значит Я думаю, что это люди, которые, скажем, сейчас думают о развитии своей малой родины О районах, о берегнах, о посолках, о малых городах Это, ну, конечно, предприниматели, муниципальные служащие Это просто какие-то активные люди Это люди, которые уехали из своего места родного Но у них душа за родину болит И они думают, как бы ей помочь Потому что одна из самых главных задач сегодня Понять, как развивать там новую экономику Потому что, по большому счету, ну, идет процесс сворачивания старой Большие старые советские производства потихонечку сворачиваются И нужно переходить на новый уклад А никто не понимает, каким он должен быть А каким он должен быть, Глеб Владимирович? Вот что можно сделать в умирающей деревне? Какое производство, предприятие? Ну, вот есть же удачные, успешные примеры, кейсы? Да, значит, если очень кратко сказать Надо понять, что вот такая система Когда есть одно большое производство И на нем работает 200 человек И на все обеспеченной работе Больше не будет Потому что автоматизация Сейчас уже и роботизация приводит к тому Что огромная ферма Там, где раньше работало 100 человек Сейчас там 2 человеку кнопки будут нажимать, да? Угу И в соответствии с этим, значит, происходит обедливание И дальше закрываются школы И дальше закрываются там ФАПы, медицинские пункты и так далее Почта, отделение Сбербанка и все, что угодно Почта и дома культуры и все прочее Значит, для того, чтобы была работа Мы должны создать систему В которой Есть большое количество малых производств Которые связаны между собой Ну, например, если говорить о молочке Да, то можно иметь Одну ферму на там 500 или на 1000 голов А можно иметь Ну, например, там 50-20 хозяйцев У которых есть Небольшое количество Голов Скота, да Но Есть коллективная система закупки И переработки Это кооператив, получается? Кооператив, да Артель Но Тогда У всех этих людей Молоко гораздо качественнее Ну, потому что все, конечно, болеют за свой продукт Душу Это может быть Если еще Сыск покупателем И тоже понимают, что они берут Для детей, да Для семьи То есть они берут Молоко, которое не содержится Ну, я не хочу ругать Всех больших производителей Но вот я когда посмотрел Там Какое количество Антибиотика Какое количество Там Добавок Есть У производителей Например Ренгардской области Больших Хозяйств Да Я понимаю, что мы же это все пьем А когда мы закупаем У малого производителя Который Как бы Делает почти домашний продукт Да Вот Это натуральное Это живое И цена Совершенно необязательно Должна быть заоблачной Так, вот смотрите Это кейс Это кейс Для Владимирович С сельским хозяйством А есть еще какие-то Удачные примеры Вот у меня первое Что в голову приходит Это, конечно Что-то связанное С этими технологиями Жуткую вещь Деревня не может Сегодня Жить только За счет сельского хозяйства Деревня не может быть Только сельского хозяйства Это правда Потому что Потому что Хотя бы потому что Молодежи Может быть Не все интересны Сельское хозяйство Эффективных Работников Сегодня сделают То, что раньше Делали 100% Поэтому Нужны Многоотрасливые Кластеры Нужны Много разных Видов деятельности И Вот я Там Несколько лет Делал исследование Мы описали Порядка 200 видов деятельности Которые есть Деревня Сегодня В России Мы это делали В 14 регионах Страны Значит Ну Первое Что конечно Сразу приходит В голову Это Переработка Глубокая Переработка Того что есть В сельском хозяйстве Второе Там Лесного Да Того что есть В лесу Вот Дальше Сразу же Можно говорить О том Что Сегодня Можно развивать Удаленный доступ Да То есть Работа Через интернет Угу И Ограничения Которые здесь Есть У сельчан Да Они Не умеют этого Они не знают Как это делать Ну и качество связи Не везде хорошее Ну и везде Здесь и интернет Конечно Да Вот Если мы говорим Про то что Молодой человек В деревне Может построить Сельдом И решить Жилищную проблему За деньги Которые там В пять раз Иногда меньше Чем В большом городе И ему не надо Брать Ипотеку Которая будет Полжизни Выплачивать Да И он там Будет всю жизнь Ее выплачивать Как в Москве И умрет И оставит Квартиру детям Может быть Если ничего Не случится Если еще успеет Выплатить все За короткое время Решить проблему Своего жилья И при этом Жилья в деревне Заработать ровно Такие же деньги Как в городе Если он умеет Работать Там с интернет Продажами Он может быть Копирайтером Он может быть Консультантом Он может Сделать Колл-центр То есть там Масса видов деятельности Которые реализуются Через интернет А почти вся торговля Ушла в интернет Поэтому почему Малая территория Не может в это включиться Абсолютно легко Может Если она знает Как Тогда надо Учить Вот Так Ну вот эти вот 200 способов Про которые вы говорите 200 способов Зарабатывания денег Вы о них Послезавтра В том числе Будете рассказывать Ну не обо всех Из них Я думаю Первое О чем надо говорить Вообще вопрос А кто там В этой деревне Будет жить Сегодня Кто может Что-то там Создавать Наверное Один из вопросов Это Возврат В деревню Людей Которые Из нее Уехали Или Переселение Туда Горожан Это еще Одна аудитория Которая Я думаю Может быть Заинтересована В этой встрече Потому что Людей Которые хотели Уехать Очень много Но они Знают Как это Сложно Они боятся Они Исперегаются Неправильно Делают Потому что Сегодняшняя Деревня Это Проблемная Территория Там сложно Куда Переселяться Сейчас Погнали В одиночку Мне кажется Это очень рискованно Спасибо Глеб Владимирович Мы завтра С вами встретимся Потому что Завтра Вы тоже Будете принимать Участие И в семинаре Который Комитет Гражданских Инициатив В Кудринске Проводят В нашем ВУЗе В ВИАТГУ Я вижу Что у вас Ваша сессия Завтра В Сейчас скажу В 15.00 В инженериуме А уже 2 марта В Доме Дружбы народов Будет Благодарю вас До свидания Спасибо Спасибо большое До встречи Да кстати говоря Ты понимаешь Я только что Обратила внимание Да я вижу Что ты меняешься В лице Улыбаться Начинаешь Начинаешь Что что-то случилось Что Чурин будет Завтра и на этой Сессии Которой я уже Говорила Замечательно Очень хорошо Это и в два раза Больше людей Мы получим Которые Будут Погружены В эту тему У него тоже Да кстати говоря Завтра сессия Где сельским районом Взять деньги И новые рабочие места Локальная экономика И ну вот действительно Вот это вот прям Вот нужно Всем бизнесменам И чиновникам И всем неравнодушным людям Ну совершенно прав Глеб Владимирович Когда говорит Что может быть Есть большое желание Людей Желающих Которые хотели бы Там переехать Куда-то на природу Экологии Дети там Жилье дешевое Все что угодно Но люди боятся Потому что современная Сельская территория Это территория Где страшно И когда ты смотришь Фильм Левиафан Где не совсем Еще деревня даже Вот тебе Ты представишь себе Такую вот Архангельскую Там не знаю Мурманскую Кировскую Какую угодно Станет страшно Вот ты когда Например Я все к этому Кружку будущего Возвращаюсь Мы тут пытаем Пытаем Обычно тоже И чиновников И бизнесменов На предмет Нашего будущего Пытаем Пытаем Но как-то Каждый раз Такое ощущение Что у нас Это будущее Заканчивается Сегодня Света А история На самом деле Взаимосвязанная Вчера Насколько я понимаю На комитете Заксобрания Пеняли Заместителю Министра строительства О том Что в его докладе Ничего почти Не говорится О том Как ведется строительство И развивается строительство Многоквартирных домов В том числе В районах нашей области И Владимир Бакин Председатель комитета По бюджету и налогам Сказал ему Что судя из вашего доклада Все строится в Кирове Так у нас здесь сейчас 550 тысяч жителей А через 10 лет Их будет 600-700 Не Мы может быть и рады Они же откуда-то едут Это значит Что там никого не остается А сейчас строительные компании Еще меньше будет В отдаленных районах Если в Кирове Как вчера сказал Дмитрий Русских Две крупнейших компании Сейчас в состоянии Закрытия находятся В общем Об этом поговорим Но завтра и послезавтра Про хорошие Про перспективы И как можно Про возможности Про возможности Благодарим нашу гостью Мария Щеклеина Организатора конференции Которая напоминаю Пройдет 2 марта С 11 до 13 В Доме дружбы народов Но и завтра И завтра тоже Всех приглашаем В инженериум Потому что Большая-большая Тоже будут сессии Большие семинары Анонс этого семинара В инженериуме Есть на сайте Хакирова.ру Дневной разворот завершен А впереди рубрика Да Гордума коротко о важном После короткого перерыва Елена Ковалева будет Всем добрый день В эфире наша постоянная рубрика И мы традиционно встречаемся По итогам заседания Кировской городской думы С главой города Кирова Еленой Ковалевой Елена Васильевна Здравствуйте Добрый день У нас сегодня Не совсем обычная программа Потому что Говорить мы будем Не о вчерашнем заседании А о работе Гордумы В преддверии него На прошлой неделе Состоялось заседание Одно из самых Важных домских комиссий По транспорту ЖКХ Экологии И безопасности Жизнедеятельности И в числе вопросов Которые разбирали депутаты Были обращения По деятельности Управляющих компаний На них отвечали Руководитель Региональной Госжилинспекции Алексей Кабашов И исполняющий Обязанности Начальника Департамента Городского хозяйства Сергей Леонтьев Обращений немало Среди них были Ну такие вот Традиционные Наверное Зимние обращения Да Это уборка снега Во дворах Садиком жаловались Что невозможно Даже продукты завести Из-за того Что вовремя Не почистили дорогу Есть новые жалобы Это непересчитанный Тариф на обслуживание Жилья Несмотря на то Что за вывоз Мусора Мы теперь платим Отдельно К этому мы вернемся Чуть позже Более подробно Сначала давайте Нарисуем общую картину Сколько всего в Кирове Управляющих компаний Какая часть из них Муниципальная Какая частная Ну конечно Я бы хотела сказать Почему именно По управляющим компаниям Вызвало такой Живой интерес У депутатов И дискуссия Получилась очень Живая И эмоциональная Потому что Не сокращается Количество Жалоб от горожан На действия Управляющих компаний Или скорее даже Сказать На бездействия Управляющих компаний Это вот как раз Все то О чем вы сегодня Говорите Это и не почищенные Крыши И наледь Дворы Которые утопают В снегу А за все это Мы с вами платим Поэтому Жители Задают справедливый вопрос Почему За наши средства Работа Не выполняется И мы пригласили Вот как раз Контролирующие Надзорные органы Представители администрации Городского хозяйства Для того Чтобы разобраться В этой ситуации И понять Что мы На сегодняшний день Как мы можем Повлиять на этот процесс Мы Это депутаты Кировской городской думы Депутаты Кировской городской думы И в целом Городская власть Потому что Не секрет Что у нас Всего лишь Две муниципальные Управляющие компании Это Ленинская Управляющая компания И МУП ЦКС Все остальные 86 А у нас всего 88 Это частные компании При этом В основном Микрокомпании Которые не имеют Соответствующей Техники Специалистов Для того Чтобы качественно Обслуживать И предоставлять Услуги В многоквартирных домах Ну то есть Вот зима Пожалуйста Маленькая компания Не может иметь В собственности трактора Для того чтобы почистить Она где-то его ищет А трактора нужны всем Когда снегопад А трактора нужны всем Действительно Одновременно После снегопада В течение суток По законодательству Мы должны прибрать город И все это налагает В общем-то Вот такие негативные последствия И справедливые жалобы У нас на интернет-приемную У главы города Ежедневно приходят Десятки жалоб С фотографиями Подтверждающими факт Ненадлежащего исполнения Управляющими компанией Своих функций Елена Васильевна Давайте Вот мы может быть Такие самые основные жалобы Перечислим Те, которые наиболее часто Поступают Вы знаете Жалобы носят сезонный характер Мы осенью начинаем Вступать в отопительный сезон Управляющая компания Где-то не своевременно Подключает дома Где-то не имеет Что тоже, кстати, немаловажно Своевременно Жителей Информировать Об отключении Либо о проведении Каких-то работ Жители вынуждены Звонить Везде Во всей инстанции А ведь было бы правильно Заранее вывесить объявление Чтобы жители знали В такой-то час В такой-то день Будут проводиться Такие-то работы И вот это отсутствие Коммуникаций Оно дополнительно Создает вот такой Негативный фон Жители не знают Что происходит Например, включив Горячую воду Оттуда А там холодно В лучшем случае Холодно Порой и ничего не течет Поэтому, конечно Сезонный характер Вот такой определяющий Зима Все то, что мы с вами Перечислили И вот сейчас Еще одна тема Которую вы правильно Справедливо заметили Возникает В связи с тем Что мы с 1 января Отдельно оплачиваем Коммунальную услугу По вывозу Твердых коммунальных отходов А платежи Во многих управляющих Компаниях Не откорректированы А они должны быть Понижены Потому что Эта услуга ушла Часть, конечно Осталась То, что касается Контейнера То, что касается Очистки контейнерных Площадок Но все остальное Должно быть исключено И вот мы встречи Проводим с жителями Общественные советы Проводим Жители как раз Дают обратную связь Кто не сделал Эту работу И мы, соответственно Передаем эти данные И в государственную Жилищную инспекцию И в органы прокуратуры Поскольку у нас У городской власти Таких функций нет Мы вправе налагать Штраф Выписывать предостережение За нарушение Наших муниципальных Правовых актов А это правило Внешнего благоустройства Но надо сказать Что даже в рамках Нашей компетенции Вот начало года Еще только Огромное количество Уже предостережений Выписано Порядка тысячи Предостережений И, насколько я знаю Уже из штрафов Наложено Порядка двух миллионов рублей На управляющие компании Но нарушения Все равно продолжаются Нарушения продолжаются И некоторые Управляющие компании Не идут Я бы даже сказала Так на контакт С городской властью Приходят на совещания Которые администрация Регулярно проводит Ведь мы приглашаем Правляющих компаний Не только для того Чтобы их наругать А департамент Городского хозяйства Приглашает для того Чтобы какие-то Вводные сделать Нацелить на какую-то Определенную работу Акцентировать внимание Конечно То есть наша задача Скорректировать Все городское хозяйство Чтобы оно работало Как часы И вопросы Жизнеобеспечения Для нас Это первоочередные вопросы Часто ли управляющие компании Бывают на таких вот Совещаниях И все ли они приходят Бывают Но бывают одни и те же Те компании Которые Больше всего Имеют в их адрес Жалоб Они как раз Не приходят На такие совещания Я даже могу Назвать Наиболее Ну давайте назовем Да, компании На которых больше всего Жалоб И от жителей поступает Это Актив Комфорт Это УЖХ Это Вятка Уют Акор Вот те компании Такие скажем Злостные Ну в последнее время Особенно последняя Вот компания Проштрафилась очень серьезно Мы помним Этот трагический случай С падением снега То, что компания Проштрафилась Как-то меня мало беспокоит Я прошу прощения А вот то, что Человек пострадал серьезно И вообще С начала вот этого Зимнего периода Мы уже имеем 11 случаев Схождения снега Благо Предыдущие случаи Они были легкие С не такими серьезными последствиями Люди обращались В травматологию Но уходили домой Были отпущены Потому что травмы Были незначительные Но вот Последний случай Вопиющий Я насколько помню Про компанию Аккор Ведь ее предупреждали Неоднократно О том, что надо Чистить крыши Надо чистить крыши И когда На комиссии Этот вопрос Подняли В очередной раз Депутаты Спрашивали Руководителя Госжилой инспекции Можно ли что-то сделать Вот давайте Уже лишим Ее лицензии И выяснилось Что процесс этот Очень сложный На самом деле Во-первых Должно быть Определенное количество Жалоб Должны быть Очень серьезные Нарушения И все это Идет через суд Я хочу сказать Что вот К сожалению У нас Законодательство В этом плане Не очень совершенно Получить лицензию Крайне просто Для компании А вот Отозвать эту лицензию За ненадлежащее Исполнение обязательств Бывает Вот крайне непросто Поэтому Проходит длительный Период времени Прежде чем Можно довести До логического конца И тем не менее Вот сейчас Усилия городской власти Государственной Жилищной инспекции Следственного комитета Они направлены И сосредоточены На то Чтобы жестко С такими компаниями Вести разговор И максимально Использовать Вот возможность По отзыву лицензий Пока я вынуждена Сказать Что ни одной лицензии Мы не отозвали Все работают Все работают Какие механизмы Помимо вот этого Помимо жалоб Может быть В государственной Жилищной инспекции Еще есть Отслеживают ли работу Управляющих компаний Депутаты Возможно ли депутату Городской думы Пожаловаться Вообще Где посмотреть Какой депутат Твой Вот если ты забыл уже Да Кто там был Во время выборов Какой депутат Твой И как с ним связаться Ну во первых Я хочу сказать Что все депутаты Кировской городской думы Ежемесячно Ведут личный прием Помимо этого У нас Большая часть депутатов Возглавляет Общественные советы Которые созданы В разных микрорайонах города Поэтому Взаимодействие И обратная связь От избирателей От наших горожан У каждого депутата есть Налажен уже процесс Безусловно Мы на постоянном взаимодействии На обратной связи С нашими избирателями И конечно же В первую очередь Жители обращаются К депутатам Если как они говорят Нас не слышат А не слышат Опять же кто? Не слышат Управляющая компания Которая Средства собирает Но должным образом Не выполняет Свои задачи И функции В то же время Депутат Так же как Любой гражданин Он делает Конечно Депутатский запрос Обращение Но это все равно Уходит в те же самые Органы Которые по законодательству Наделены Правом Рассматривать Эти заявления Полномочий Наказывать у депутата Управляющую компанию Нет То есть он может Просто Пользуясь своим Статусом Быстрее Эту жалобу Довести До соответствующих Инстанций Обратиться в соответствующий Орган Ну и не надо забывать Вот еще Это была история С тем же Мусором И непересчитанными Платежками Что жителям Надо быть активнее И депутаты Тоже об этом говорили То есть если вы видите В ваших платежках Что у вас что-то не так Если ваши цифры Там за прошлый год И за этот год Не уменьшилось Пишите жалобу С конкретным адресом С приложенными платежками И в отношении Всех остальных Нарушений Управляющих компаний Не надо забывать Наверное О том что есть Механизм такой Не устраивает Работу управляющей Компании Порой забываем О наших правах Правах жителей Которые подписались И избрали Эту управляющую компанию Для своего дома Поэтому я бы поддержала И обратилась Пользуясь случаем Горожанам Нужно использовать Активно Свои права Мы выбрали Эту управляющую компанию Но мы видим Что она не работает Или работает Недолжным образом Мы собираемся И выбираем Другую управляющую компанию Конечно Самой управляющей компании Это не понравится Но свои права Нужно отстаивать Не только через надзорные органы Но и непосредственно Участвуя в этом процессе Но чтобы понять Что ты не меняешь Шила на мыло Что ты отказался От одной управляющей компании Пришел к другой А там то же самое Или еще хуже Надо понимать Как выбрать И я знаю Что сейчас Этот вопрос Тоже обсуждался На комиссии Дано задание Такое департаменту Городского хозяйства Составить Список критериев На основании которого Будет вестись Вот такой городской рейтинг Управляющих компаний Все верно Так точно У нас фактически Рейтинг уже ведется На сайте Общественной палаты Но заходя туда Мы порой видим Что не все графы заполнены Нам очень важно Чтобы жители Были информированы О добросовестности Той или иной компании Поэтому и было предложено Департаменту Городского хозяйства А давайте мы Может быть не дублирующий Но разработаем Некие тоже показатели По которым можно оценить А вообще Это управляющая компания В состоянии Работать Должным образом А эта управляющая компания Она добросовестная Она не выведет Наши средства И мы не окажемся Должны Ресурсоснабжающей Организацией Такое действительно Предложение было Сформулировано Депутатами Городской думы И я думаю Что в следующем месяце Мы уже Такие предложения Получим от департамента То есть это К следующему заседанию Городской думы Должны представить Ну даже комиссии Комиссии Да Этот вопрос На комиссии рассматривался И для нас На самом деле Очень важно Еще и этот рейтинг Чтобы он был Постоянно на слуху Скажем так Да У нас есть Своя газета Городская Где мы безусловно Будем обновлять И показывать Как у нас Этот рейтинг идет Ну и конечно же Будем и в другие Средства массовой информации Обращаться Для того Чтобы жители Были информированы Ну и мне кажется Что наверное Было бы неплохо Если бы он тоже Где-то был размещен В электронном виде На сайте Может быть Городской думы Была ссылочка Или баннер Это конечно Любой рейтинг Это первая Информационная площадка Это сайт Потому что туда Можно в любой момент Зайти И получить информацию Но у нас есть Категория граждан Которые не имеют Которые не пользуются Интернет-ресурсами Мы должны это учитывать В первую очередь Это люди старшего поколения Вот для как раз Этой категории Мы будем использовать Печатные издания Ну вот может быть Даже и радио И другие традиционные Абсолютно верно Благодарю Елену Ковалеву Главу города Кирова Председателя Кировской городской думы За сегодняшнюю нашу программу И увидимся через месяц До свидания Спасибо До свидания Гордума Коротко о важном Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok